Сейчас Ян задумывается очень серьезно. Мы видим, что Гири продолжает блицевать, а Ян, наоборот, потратил уже 35 минут. Гири сдался. Ян поздравляем с победой. Блестяще. Молодец. Шикарная партия. Старт турнира претендентов, безусловно, вселил российских болельщиков надежду на успешное завершение турнира. Ведь как начнешь турнир, так его и закончишь. Не так ли? Партия Дина и Женя просто, по сути дела, сегодня дебютная катастрофа получилась. Это приводит, наверное, к ничьей. Слон Д3. Если только единственный, если Ферзь берет на Е6. Да, похоже, что на ничью. Повторение пошло. В общем-то, боевой тур, но сегодня после выходного, видимо, сегодня как-то все более аккуратно, что ли, играли. Ферзь Д7 играет. Вангхау следует Ф5. ЖФ. ЖФ. Конь бьет Ф5. Остаются без фигуры черные. Важная победа Яна Непомнящего, так как он за счет нее вырывается, выходит вперед в турнирной гонке. Похоже, что Непомнящий сейчас близок к победе. Это очень здорово для российских болельщиков. Я думаю, 1-0. 1-0, да. Ну что же, красавец, Ян. Просто красавец. Ничто можно сказать о Яне. Остальному миру надо немедленно требовать покращения. Поскольку Ян настроен просто убежать вообще. Убежать от всей этой публики. То есть Ян имеет отрыв на 1 очко. И тут сказали, а, турнир закончен, переиграем в октябре, там, в сентябре, непонятно когда. Ну, страшно Яну будет обидно. Ну, я думаю, что такого не произойдет. Это какой-то совершенно невероятный сценарий. После двух побед подряд уже на целое очко оторвался Ян Непомнящий, Максим Вашьелограф, Ян Непомнящий. Весь шахматный мир замер в ожидании и французская защита. Подписался бессмертный приговор. Французский, теми этими ходами. Ну, и сдался, да, сдался после Ж-7, да. То есть, ну, что сделать. В общем, ужасное поражение, конечно, тяжелейшее поражение на самом деле. Максим Вашьелограф и Ян Непомнящий по 4,5 очка из 7. Но в турнирной таблице на первой строчке стоит Максим Вашьелограф, потому что по положению турнира претендентов первым критерием тайбрейка является личная встреча. Как мы помним, только что Максим Вашьелограф обыграл Яна Непомнящего. И кажется, что впереди нас ждет очень интересный второй круг. Да, это на самом деле так. Но знали ли мы год назад, что этот второй круг и восьмой тур начнутся не на следующий день, а более чем через год? 19 апреля 2021 года. Игроки вновь должны сесть за шахматные столики. И кто же сыграет матч с действующим чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсом в декабре этого года? Неужели все-таки это произойдет? Мне кажется, целый мир шахматный спрашивает об этом. Никто в это поверить не может, но все-таки больше года ожидания. Ой, сдается. Сдался. Сдался, Максим. Мне вот почему-то кажется, что Гири сейчас в очень хорошей форме. Поставлено 1-0. Аниш Гири выиграл. Сдался в Анхао. И, если честно, великолепную партию провел Аниш. И он, собственно, включается в борьбу за первое место. Любой, кто в плюсе, автоматически становится кандидатом на первое место. Вот здесь Яну, мне кажется, имеет смысл посесть, посчитать. Потому что за него имеют смысл оба хода. И кони в три, и кони в пять. Оба ведут крайне обличающие позиции. Но вот для того, чтобы выиграть подобную позицию, вам нужно проявить все-таки точность. Поздравим Яну Непомнящего с четвертой победой на турнире президентов. С выходом на рубежик плюс три. Ян после сегодняшнего тура уже на целое очко впереди. Очко лидерства за четыре тура до конца. Это уже заявка. Непомнящик Руана, что ставим? С учетом всех факторов, я думаю, что в ничью партия закончится. Но жду, конечно, жду очень драматичного развития событий. С5 играет Дин, но это... Это агония, да? Это без шансов. То есть они ж гири... В принципе, я бы даже не сказал, что неожиданно. Я бы сказал, что вполне ожидаемо выходит на плюс два. Максим, он тем и отличается, что он просто так не проиграет. Ты понимаешь, Максим, у него есть вот это качество. Как бы он плохо ни играл, он ведь отвратительно играет просто в этом турнире. То есть, но во втором круге, я имею в виду. Но как бы он плохо ни играл, на последнем рубеже он цепляется за малейший шанс. Сейчас, возможно, один из ключевых моментов турнира претендента. Сдался ваш Ялоград. Ну, это хорошая новость для нашего болельщика, для всех нас. Он просто сдался, да, просто сдался. Ну, гири, давай, выигрывай скорее, чтобы мы к Яну могли пойти. Так, так, конь G2 сейчас пойдет. Конь G2. Конь G2 сыгран. Ну, конь G2 это 0-1. О, Ян выигрывает. Который зернул. Ну, погоди, еще не выигрывает, еще не выигрывает. Еще не конец, да. А он сдался. А, как сдался? Как сдался? Как сдался, да. Как сдался? Не, ну сдался это... Ну, ладно. Не, ну мы не против. И Ян, и Гири играли блестяще в целом. И оба наказали своих соперников за чрезмерный оптимизм. И у нас две победы черных, что редкость. Просто уникальный. И уникальный абсолютно тур. Я прошу зафиксировать. Прошу это зафиксировать для истории. Я не знаю, клипы какие-то, что-то в этом. Там, от вас ждем, ну что ты, господа хорошие. Это абсолютно уникальный тур, исторический тур. Во-первых, Ян Непомнящий выходит на плюс 4 в турнире претендентов. Во-вторых, у нас 4 из 4 результативные партии. Будет ли сегодня кульминация или все-таки развязка? Мне кажется, сейчас основные взгляды должны быть направлены на позицию Гири. Потому что вот там, там творятся ключевые вещи. И такое ощущение, что там Аниш потерял нить игры. И там у него совсем уже почти гроб. Ну сейчас Гиричук пойдет в G4. Символично, что... Будет символично, если Гири сдаться после хода G4. Да, да, да. Последний ход, который оформит выход Ян Непомнящего названия, название матча интересного мира, это будет G4. Да, сдается, 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 сдается. Сдается, сдается, все. Все, исторический момент. Ну, поздравляем, Яна. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!